книга открытым оком том 21 тема политика вопрос 3446 сейчас только шуму из-за какого-то бронзового памятника в эстонии и с останками воинов какую позицию мы должны занимать в этом вопросе отвечает игнатий тихонович лапкин когда радио эхо москвы вело передачу про это событие то дали два телефона и попросили на один позвонить тем кто думает что русские хонвейбены сами так патриотично действуют что блокирует уже столько дней эстонское посольство в москве и громят редакцию а иф где была устроена встреча с представителем из эстонского посольства а на другой телефон позвонить тем кто думает что вся эта разнузданная кампания есть спланированная акция и руководится из кремля за две минуты позвонила более двух тысяч человек и узнали что только семь процентов мыслят что эти придурки змееныши сами себе такой участь избрали как ревнители времен раскулачивания и борьбы с религией остальные 93 процента мгновенно дали толчок что за все это вот-вот придется расхлебывать что вся эта свистопляска есть провокация четвертое царство 5 7 цитата вот теперь знайте и смотрите что он ищет предлога враждовать против меня если так понимает в большинстве своем далеко не просвещенные евангелием люди то во свете библии тут видится еще ярче что пришла пора масоном начинать еще один акт подготовки сожжения великой блутницы москвы вчерашние подельники республики должны возненавидеть ее и сжечь книга откровения 17 17 цитата потому что бог положил им на сердце исполнить воли его исполнить одну волю и отдать царство их зверю доколе не исполнится слова божие а зверело бросается на всех и вся и при том совершенно никакой причины нет просто пришло время получить сполна за все чужому государству давать указы где и какому памятнику стоять где кого хранить это не только безумие а самое настоящее беснование говорят о о кощунственности без перезахоронения те которые на тысячах кладбищ устраивали танцплощадки кто миллионам родственников не могут указать где находится миллионы убиенных ими же а сатанилами и безбожниками и коммунистами перезахоронить можно и на то говорит библия так об иоанне крестители марка 6 29 цитата ученики его услышав пришли и взяли тело его и положили его в огробе после еще скольких будет обретений перезахоронений как у многих других придумали носить цветы на могилы тех кто причинил столько зла библия так не учит 4 царство 23 16 цитата и взглянул и оси я и увидел могилы которые были там на горе и послал и взял кости из могил и жёг на жертвенники и осквернил его по слову господню которое провозгласил человек божий предрекший события сии наша позиция в любом вопросе премудрость соломона 9 13 ибо какой человек в состоянии познать совет божий или кто может уразуметь что угодно господу мы его жизни рассуждая ее смерти должны склоняться на тот вариант какой богу угоден 3 маковейская 6 8 цитата если же жизнь наша переселение наполнилась нечестием то избавив нас от руки врагов погуби нас господи какую тебе благоугодно смертью когда помощь получить получить от бога при смертельной опасности и получить ли вообще ее нужно на то настроиться чтобы только этот вариант был угоден владыке нашему христу книга иудив 8 15 цитата ибо если он не захочет помочь нам в эти пять дней то он имеет власть защитить нас в какие угодно ему дни или поразить нас пред лицом врагов наших израиль уходя из египта разве требовал каких-то гарантий неприкосновенности тел своих умерших что нужно было они взяли с собой книга с усыновина 24 32 цитата и кости иосифа которые вынес вынесли сыны израилева из египта сохранили в сихеме в участке поля который купил иаков у сынов емора отца сихемова за сто монет и который досталось в удел сынам иосифовым про памятника говорить не стоит его и делать и ставить не нужно было сначала языки или 26 11 цитата копытами коней своих он истопчет все улицы твои народ твой побьет мечом и памятники могущества твоего повергнет на землю матфея 23 29 из 31 по 33 стихи цитата горе вам лицемеры что строите гробницы таким образом вы сами против себя свидетельствуйте что вы сыновья тех которые избили пророков дополняйте же меру отцов ваших змеи по рождении ехиднины как убежите вы от осуждения в гиену корысти ради многое творится знакомства свадьбы войны и услуги и ради прибыли не боятся риска и ради выгоды не пощадят и друга корыстолюбия есть корень все многих зол порог души и раковый нарост проценты их любимой мозоль к слепящим слиткам золото их мост удвоенное хочется утроить а это в свою очередь еще сметают всех кто смеет что-то против им лишь бы только увеличить счет корысть кора у совести на сердце под ней оглохшим и ослепшим стал и некогда задуматься о смерти ни в ком не видят нищего христа доход ведут со многими нолями хотя вся жизнь давно огромный ноль объекты прибыли куда зенки не глянут им недоступны чье-то горе боль моя задача к падшим достучаться страх навести под жадности броню и доказать что не в деньгах их счастье сочувствие в них может зароню не хочется со мной чтоб поделились они же знают из того не съем и не пропью не прикоснусь к ним близко отправлю в небо то есть к ним затем в моем кругу есть семьи без квартир концы с концами не дано свести готов помочь богатым растрясти их жир на землю все мы послано гостить моя корысть спасение ваших душ помочь увидеть в бедных иисуса расщедритесь на нищих сорвете лучший куш с богатством не растраченным в районе попасть не впустят 17 мая 2007 год игнатий тихонович лапкин